Просто я работаю учителем. Учитель технологии Татьяна Кудрявцева, педагог с 18-летним стажем работы, приняла участие во всероссийском конкурсе «Учитель года», который проходил в городе Волгограде. Победителя регионального конкурса профмастерства представила наш округ на заключительном этапе. О своих впечатлениях педагог рассказала нашей съемочной группе. У нас модель 4, размер 38. Учитель технологии школы номер 3 Татьяна Кудрявцева, победитель регионального конкурса профессионального мастерства «Профессионал года-2020». В номинации «Учитель года», педагог с 18-летним стажем, эксперт на конкурсных мероприятиях в движениях «Обилимпикс» на территории Ненецкого автономного округа. В выборе будущей профессии никогда не сомневалась. У меня и бабушка-дедушка учителя, и папа-мама учителя, и прадед-учитель, поэтому мне просто некуда было больше идти. Я же выросла под столом учительским. Когда меня мама родила, тогда еще не было декретных отпусков. И вот мама рассказывает, она мне была учитель биологии, химии, я вот маленькая, двухмесячная, спала под столом учительским в люльке. Татьяна Кудрявцева – учитель по призванию, по велению души. Дети чувствуют это сполна, ведь их не обмануть. Поэтому действительно любят своего учителя технологии черчения. Помогает меня, спасает меня. Она крутая. А на уроках интересно? На уроках интересно. Объясняет хорошо. Что особенно нравится на уроках? Ну, несложно, типа, легко. Татьяна Геннадьевна очень хорошая, она очень хорошо преподает. У нее предметы все понятные и очень интересно даже. Вот. На технологии иногда она очень много всего рассказывает, даже из своей жизни. И тогда ты понимаешь, не знаю, даже как жить, например. Ну, очень интересно. За то время, которое я ее знаю, я могу сказать, она очень хорошая учитель, она очень хорошо преподает. И понятно. По технологии черчения у меня оценки хорошие. Татьяна Геннадьевна очень понятно объясняет. Она может рассказать какие-то истории из жизни. Финал конкурса «Учитель года» включал в себя несколько испытаний. Например, методическая мастерская и урок. Но все же главное, по мнению нашей героини, это участие. Ведь все, без исключения финалисты конкурса, а их было 85 человек, уже добились признания в своем регионе. Это конкурс, скорее фестиваль такой, да, куда собираются и так победители. Вот когда нам говорили жюри, члены, они все время говорили, что вы и так победители. Победители своего региона. То есть вы лучшие учителя своего региона. Но, конечно же, нас оценивали по критериям. То есть были специальные конкурсные критерии, разработанные выдающимися педагогами, докторами наук. И вот они оценивали наше мероприятие. Быть учителем года – большая ответственность и вместе с тем большой труд, который включает в себя не только профессионализм, но и безграничную любовь к детям. Это может быть каждый, абсолютно. Просто нужно сделать шаг и участвовать. Я бы тоже, наверное, не стала участвовать, да, потому что на самом деле мы в этой рутине, в этой школьной, мы забываем о том, что у нас есть другая жизнь, даже конкурсная жизнь. Просто вот директор сказал, давай, подерзаем, поучаствуем. Вот я по ее совету, по ее наставлению решила поучаствовать, вот заняла в регионе место. Напомним, участие делегации Ненецкого автономного округа в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» осуществляется при активной поддержке губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного.